Народная славянская радио 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 Поэтому на меня у них нет ничего И не может быть Народная славянская радио Народная славянская радио Поэтому само возбуждение незаконно Ход следствия незаконен И плюс к тому Народная славянская радио Народная славянская радио на уровне организации объединенных наций мы писали везде и стразбургский суд по правам человека международный там повеляли повеляли хвостом потому что там русские судьи занимаются россией и понятно что им позвонили и на сказали отказать им кучу сил уложили на то чтобы наше заявление прошло в оон его блокировали на уровне почты пришлось человеку нашему другу ехать другую страну из другой страны отправить это заявление из он пришло им значит запрос а в чем дело почему это самое явно незаконно ведется и нам написали нашему представителю до всего три года куча людей писали в защиту три хлебова мы писали прекратите незаконное дело нам отвечали все законно никаких нарушений а вот под нажимом он написали обнаружены некоторые нарушения они вынуждены были иначе если представители он придет и посмотрит но там просто конь не валялся но возбуждено дело против заведомо невиновных лиц и поэтому они вот вынуждены были написать официально с печати что обнаружены некоторые нарушения а для хороших адвокатов это только дай порвать они как бульдог в это вцепляются начинают действительно рвать ну с юридической точки зрения именно поэтому вот все сошлось в одну точку и именно поэтому было нашими друзьями объявлено объявление дано о сборе средств на оплату услуг юристов потому что за три года все сумма которая была им уплачена давно и стекла не только на оплату их услуг но и на командировочные расходы люди летали из москвы сюда и жили в гостинице то есть никто себя даже не представляет какие-то суммы мы уже молчим скромно потому что не знаю не нужно на людей напрягать на эту тему и на сегодняшний день эта сумма вот его за шесть дней необходимая для повторного ну как бы повторной оплаты по истечении трех лет услуг услуг этих юристов московских очень хороших квалифицированных стартовая сумма набрана и мы готовы объявить я объявляю о том что на данном этапе а средств хватает и этот сбор завершён если будут большие расходы опять же на самолет а им некогда на поезде есть и на гостиницу то возможно в следующем период времени там через какое-то время мы дополнительно на вот эти командировочные может быть объявим а может быть и пишемся но на сегодняшний день вот сумма собрана и я очень благодарен всем кто откликнулся ходили слухи в интернете а может это и а может это не им и я очень благодарен тем кто за сомневался и и не послал связи с этим свои деньги потому что брать деньги от сомневающихся нехорошо про деньги хорошо только тех людей кто искренен и особая был подарен тем кто прислал 100 200 рублей это говорит о том что у них нету денег но они выбрали столько вот сколько они могли и прислали так говорит действительно высоте их души искренности и уважение к алексею васильевич очень хорошо ты сказал мне понравилось про вот эти маленькие суммы потому что как в известном древнем писании когда один говорил но я вот притащил здоровую скалу этот муравей тащит крупинку и ты его хвалишь почему ты меня не хвалишь потому что каждый делает мир от своих сил и этот муравей заслуживает уважения так вот вопрос не в том даже сколько вы какую сумму перечислили а в том что вообще перечислили потому что не пожалели на благое и правое дело вот на мой взгляд это намного больше ценится нежели чем миллиардер который даст тысячу рублей это будет незначимо по сравнению с тем что нищий даст копейку от себя но от души понятно значит получается что по всем параметрам дело сфабрикованные конкретные подставки подлоги что уже срок давности истек что уже и амнистия давным давно должна была сработать но по каким-то причинам кто-то очень сильно не хотел или может быть до сих пор не хочет включаться в это дело для того чтобы его остановить что просто-напросто разрушить причем разрушить официально без каких-либо там ну незаконных форм и нормальному человеку а таких людей нормальным людям я так скажу таких людей у нас как оказалось достатки меня это очень сильно радует это не безразличные они понимают что такое участие в деле которое вот незаконное прерывание этого дела это очень важно что они это все увидели сделали здесь несколько вопросов давай их зачитаю не будем эфир затягивать потому что насколько я понял для первого этапа для того чтобы оплатить на адвокатские услуги на первом этапе денег уже хватает сейчас и поэтому временно мы прекращаем сбор средств насколько я правильно тебя понял вот если вдруг понадобятся какие-то дополнительные траты то об этом будет сообщено теперь переходим к вопросам первый вопрос от павла рижанина он даже не вопрос а такое повествование всеслав у нас в атлии все славянисты тебя и ведогору тебе и ведогору верят и ни в коем случае не считает ничего вас плохого мы тебя поддерживаем ведун кто-то даже здесь написал и хотя мне лично игорь говорил что спать надо уже ложиться сейчас все равно я буду слушать этот эфир потому что очень это важно дальше олег удалось ли хоть кому-нибудь достучаться до путина донести до него информации нарушениях по поводу три хлебова известна ли реакция путина вопрос мне кажется более риторический интересный вопрос между путиным и народом есть администрация и в администрации есть отдел по работе с заявлениями письмами граждан этот отдел по работе с письмами и заявлениями граждан всем и нам и всем тем достаточному количеству людей которые туда писали отвечал никаких нарушений нет или вы обратились не по адресу но остальное делайте выводы сами так что реакция путина неизвестно скажем так ответим на последнюю часть вопроса хорошо дальше вопрос эфир от игоря из казани а где уголовное дело у вас она находится я попробую помочь попросить влиятельных знакомых что такое у вас она находится я не знаю как вот написано так и прочитал а где уголовное дело у вас находится на руки выдавали не выдавали может в этом имеется виду что же не сумасшедшие но в сейфе следственного отдела хранится как особо секретные материалы но извините ребята но если вы не юристы но хотя бы чуть-чуть хотя бы чуть-чуть ну проявляйте здравомыслие то есть это дело если оно будет предъявлено широким кругом то в этом случае полетят не только звездочки но вполне возможно чита головы потому что это дело реально сфабриковано в реально просто дело дело в том что любое дело какое бы оно не было оно никогда никому не показывается кроме обвиняемого на несколько минут чтобы он увидел как бы что вот против него куча доказательств и расписался в обвинительном заключении очаг не юрист для него это абракадабра там такие по ну вот приставь три пальца толщиной несколько тому как человек не юрист что-то поймет поэтому даже официальное предъявление для пролистывания адвокаты то не всегда успевает его пролистать ему следователь стоит на душу и говорит давай давай чего ты время тянешь и у меня работы много на нервы ему капает я же работал в этой системе я же знаю не будем комментировать саму систему система есть система что там сложилось то сложилось другое дело что факт есть факт такое отношение павел рижанин вопрос к всеславу всеслав у нас латвии есть жрец который лично знаком с калавратом и курирует беларусь калининградской области прибалтику если хочешь дадим дадим тебе бежище у него скажи если придумаешь на этим как бы на 12 стульях дадим тебе парабелл он будешь отступать в горы отстреливаться нет вопрос серьезно на самом деле но стоит ли вот так вот подходить в лоб что будете там прятать и укрывать и если в этом смысл а с юридической точки зрения вот это якобы хорошая там ну доброе там пожелание и предложение вот прямо сейчас может быть квалифицировано как предложение экстремисту экстремистма ну ребята вы хоть думайте что вы в эфире высылаете ведь вы не первые кто подключился слушать первые подключили спецслужбы а вы уже вторые и вот что вы делаете вы подумали игорь здесь знаешь чем еще дело то я почему этот вопрос специально прочитал чтобы вот как раз обсудить эти все вопросы вы не думаете что только эфир слушают вы не думаете что только цепляются к сказанным словам еще и написанные слова читают и копируют в буфер и потом это все дело к делу пришивается когда такие идут пожелания добрый как здесь правильно сказал свислав то это может восприниматься ага значит мы правильно крутим значит на самом деле в бегах вот видите тут какая-то секта или какая-то структура пытается как-то укрыть думайте что вы пишете я буду считать что это вопрос ну как сказать такой благое полы пожелание вот человек который не понимает и к чему такие вопросы могут вести укрываться нечего на самом деле почему потому что в данном случае нет никакого состава преступления вот если был состав преступления какой-то я думаю тогда бы и мы сегодня в эфирке выходили а когда все прекрасно понимают что состава преступления никакого нету поэтому эфир этот застоялся у нас и он проходит так что не надо как-то излишне давать поводы хотя бы для размышления о том а правильно преследование или неправильно преследование вот такие поводы просто не будем давать так дальше вопрос эфир дмитрий из московской области может нужно решить вопросы на уровне нави и как найти правильный счет куда перевести удачи сразу себе ответить чтобы славу не дергать счет уже неоднократно печатался на дружеских сайтах рода божья орг и здесь в анонсе присутствует так что не ошибетесь если будете смотреть вот на эти хотя бы два сайта и сравнивать информации на других сайтах а по первому вопросу по поводу нави что именно решать вопрос на уровне нави в каком смысле что давайте сейчас там кого-то попросим что-то сделать а мы тогда чего здесь делаем ну я себя не хочу ничего додумывать пожалуйста всеслав если хочешь прокомментирует вопрос но мне просто нет слов люди думают что если глоба и трехлебов полезут в астрал и там все исправят то и все бы давно было исправлено а раз ничего не исправлено значит глоба и трехлебов не умеют лазить в астрал а значит они лжецы вот откуда ветер дует а кто-нибудь подумал о том что глоба и трехлебов воспринимают все как волю богу для повышения квалификации для развития терпимости для принятия воли богу для проверки самих себя навшивость для проверки доверия всевышнему прародителю именно духовных качеств развития и какой же идиот после этого будет против воли отца небесного идти который проверяет тебя на вшивость то есть это значит свою вшивость и показать перед отцом небесным и вот люди такие вопросы задающий либо очень мягко выражаясь слабо понимают вообще что они делают в рода божии или в родноверии либо провокаторы я думаю что до провокаторов здесь дело не дошло а вот с точки зрения более упрощенного понимания нашего мира и я думаю что здесь оно так и есть потому что вот это вот привязка наша к тем представлениям о высших силах она несколько упрощенная благодаря опять же некоторым структурам которые многие столетия в нас вкладывали упрощенные представления ведь можно конечно же подняться в высшие какие-то структуры можно там все это дело разрулить а вопрос тогда а для чего тебя в это тело посылали зачем тогда тебе это тело дается но если бы все так решалось однозначно не решал бы и там зачем в тело тогда вселился а нет дружок как раз информация это для этого и спускается в этот план чтобы на этом плане в первую очередь ты здесь что-то решил оттуда ты можешь получить какие-то дополнения указания помощь может быть но не для того чтобы там разруливать и здесь на земле физическом теле и когда вот ты понимаешь взаимосвязь в правильном варианте когда ты понимаешь свое место в этой игре именно игре как обучение и как обучи обучение как игра вот тогда все становится свои места а если мы такие слабенькие дохленькие ничего в этой жизни здесь не можем туда постоянно мы должны прибегать каким-то структурам более высоких там жаловаться или исправлять что-либо так что это имейте ввиду смотрите с точки зрения ведической структуры этого мироздания не с точки зрения обывателя простого человека который ничего не знает об этом мире которым постоянно нужны какие-то костыли мы здесь для того чтобы становиться воинами вопрос можно я конечно конечно добавлю я все-таки извиняюсь немножко за может быть резко сказал там либо провокаторы но но люди не знакомы с духовным развитием скорее всего я просто поясню чтобы было понятно почему я так реагируем ну наверно потому что с 15 лет занимаюсь духовными практиками изучая духовные писания и вот таким людям которые без году неделя я пояснил более детально значит когда я просто психолог и о себе я не говорю но я психолог который старается духовно развиваться василий священнослужитель о нем можно говорить булетк серьезно и сравнивать серьезными людьми и это будет объяснять ладно я как бы шарлатан и лох в этом деле поэтому я не умею вылезать в астрал будем так считать и там что-то изменять а вот василич типа мог бы да не умеет давайте о нем тогда поговорим возьмем некоторые примеры из даже не древних ведических писаний вот из жития христианских святых батюшку серафима саровского никто не сомневается в том что он был святой спросили батюшка как ты научился стяжать дух святой кто тебя так научил он отвечает до черти это как батюшка да так горит копытами били по ребрам после полуночи что невольно молиться научили хорошо и дух стяжу святой стяжать я думаю это понятно что никто и у него даже в мыслях не было жаловаться богу на чертей потому что если они его бьют значит он еще не достоин того чтобы его молитвы были услышаны возьмем батюшку сергия родонежского батюшка сергия родонежский когда его братья вот только в тока когда он еще не был известен вот так вот на всю россию а только-только братья монастырь создала они естественно нищенствовали и голодали потому что ну кому нужны никому не известные монахи и вот однажды а ну им там подкармливали родственники однажды он прознал что одному монах принесли родственники посылку он к ним а он на хране в жизни смерти уже находился от голода он к нему подошел и говорит сынок я знаю тебе родственники посылку принесли но я на нее не претендую вот пожалуйста я знаю что у тебя гнилые зацвевшие сухари остались может быть ты свою посылку съешь а мне отдашь гнилые зацвевшие сухари а я тебе за это к твоей келье пристройку сработали и батюшка сергий полумертвого голода топором пилой орудуя сработал пристройку и за это получил от своего же ученика зацвевшие полу гнилые сухари и весь монастырь смотрел как он ест эти сухари и вот эти вот зеленая вот эта плесень вылетает у него с губ облачком таким и все братья плакали и пытались выгнать этого извини за выражение негодяя монаха из монастыря а батюшка ему запретил и сказала он сделал то что мог я на него не в обиде батюшка легко бы мог его телепатически вынудить отдать ему эту посылку но это совсем другая игра была возьмем теперь ведические писания братья пандавы 12 лет были в скитании их обманом выгнали в скитании у них была сила это были воплощенные боги срубить головы всем кто их обманом выгнал скитание но они считали что если они допустили ошибку и не распознали во время обман то вина на них и все эти они скитания выдержали благодарю тебя за пояснение дополнение давайте еще несколько вопросов поступили мы их озвучим чтобы не затягивать эфир так с нами разобрались дальше уточнение от игоря из казани переформатированы заданный выше вопрос представьте что есть возможность взять дело в руки одному человеку откуда угодно из любого сейфа то откуда его можно будет забрать вот так и что уже не в лоб с поправочкой еще одна провокация понятно я думаю так если мне кажется известно где то дело возбуждалось если есть такой человек ну пускай он туда приедет и возьмет говорить об этом в эфире это будет наверное призыв к тому что кто-то пошел и что-то сделал поэтому игорь но это вот если я не вмешиваюсь потому что твои слова это могут восприниматься неправильно мои слова это все-таки ведущий сегодня все говорит так вот известно где дело возбуждалось если человек который может взять из любого сейфа пользуясь своими какими-то служебными возможностями то ему ничего не составит узнать где хранится это дело кто его ведет прийти в гости к тому человеку который ведет попить с ним чай или как-то еще поговорить по-другому и в общем-то на дружеской основе заглянуть в это дело вот наверное это будет самый правильный самый простой комментарий для того чтобы игорь не тратил время и силы для того чтобы отвечать на этот вопрос я думаю что я четко ответил на него давайте дальше в эфир от олега в шеронске висят ориентировки на вас на доске возле милиции вы что в бегах как так и тоже отвечу за тебя дело в том что если дело было незаконно возбуждено то она к сожалению имеет законные все последствия то есть если вдруг где-то возбуждено дело то тем кто эти рассылает ориентировки им все равно законно это дело или незаконно дан приказ они его исполняют другой вопрос как насколько оно качественно исполняется вот давайте вот уже отталкиваться от того насколько оно качественно исполняется потому что первое люди понимают которые просто спустя рукава выполняют приказ о том что он незаконен этот приказ да незаконно это дело и второе что наши высшие сущности наши пращуры наши боги наши братья и сестры они знают об этом и не позволяет делу например идти дальше вот это вот другой вопрос поэтому опять же как мы подходим к этому вопросу что вот висят такие два симпатичных человека или кому-то не симпатичных и этим все сказано или мы смотрим на последствия которые в течение трех лет так и не развернулись вот просто подумайте три года висят эти объявления но за три года ничего толком не сделано вы думали думаете если вдруг кому-то из спецслужб или ведомства какого-то известного захотелось бы кого-то взять грубо говоря так зарогая привести стоило чтобы не взяли да очень все просто вычисляется значит есть какая-то другая причина поэтому давайте эти вопросы висят не висят висят но на заборе иногда тоже кое-что висит давайте дальше вопрос в эфир по калаврату нормально расскажите что и как у него геннадий дело в том что калаврата в нашем эфире нет александр юрьевич когда будет в эфире и эфир будет посвящен вопросом связанным с его делом с его жизнью мы поговорим и об его делах и об его жизни я думаю это более правильно более справедливо вопрос в эфир от василия зомска первое на каком этапе находится следствие по уголовному делу вот это уже может отвечать на этапе возбуждения первых допросов ничего большего там нет отлично вторая часть вопроса каким образом три года идет следствие никаким они его поставятся постоянно приостановить потому что у них нет ничего по закону следствие длится только два месяца если ничего нет его прекращают за недоказанностью его уже тысячу раз можно было прекратить за недоказанностью но они незаконно продляют следствие по незаконным рапортам по выдуманным выдуманным обстоятельствам и она три года висит как приостановленное приостановленное кстати здесь есть потом дополнение ведь максимальный срок продления до двух лет то есть получается если уже все сроки вообще исчерпаны не только три года но и исчерпан максимальный срок продления если следствие находится на уровне дознания дополнение материалами это еще одно нарушение то есть третье нарушение ладно идем дальше обвинение вам было предъявлено третья часть вопроса нет не было потому что я юрист я прекрасно понимаю что если довести дело до обвинения то оно уже точно пойдет в суд а в суде точно объявят приговор что ли я идиот до этого доводить так хорошо четвертая часть вопроса чем закончилась история с обращением по поводу незаконного преследования в совет безопасности ничем ответили что никаких нарушений нет пятая часть вопроса по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов трехлебовым а в дело прекращено или приобщено или что-то по нему еще есть нет это дело также висит как и для нас тип экстремизма куда не посмотри везде висяки так вот еще внимание вопрос от хорошего человека скажите пожалуйста а где сейчас находится трехлебов алексей васильевич дорогие спецслужбы дорогие спецслужбы до записывайте оперуполномоченный нет ну не факт ну зачем вот это все время вот вот дорогие спецслужбы записывать алексей васильевич трехлебов находится в неведании нашим где он находится из небытия мы с ним даже не можем иногда связаться а иногда это в течение трех лет сколько не посылаем посыл алексея васильевич отзовись вот 3 года никак ответа не получаем. Вот прям вот какое-то... Параллельной реальности можно ответить. Да, какая-то невезуха у нас, но не стыкуется. Ну ладно. В общем, Алексей Васильевич, если вдруг ты захочешь проявиться, ты скажи хотя бы, ребята, я тут, ручкой помаши, привет передай всей стране. Ну ладно, шутки шутками, но не знаю, вот вопрос для чего такой задавать. Следующий вопрос в эфир от Станислава, вот здесь более серьезный, из Калининграда. Всеслав, если на все воле Божьей, то о чем мы тут вообще можем разговаривать? Достаточно просто осознать происходящую ситуацию, не обвиняя кого-либо, а искать недостатки в себе. Такой вопрос очень глубокий. Хороший вопрос. Три года ищем недостатки в себе. Молимся, мантруем, о себе говорю. Скажем так, литерии и соратники. Да, но если говорить обо мне, я ищу недостатки в себе. Я их устраняю по мере сил и возможностей. И я прекрасно понимаю, что меня карма догнала, потому что я тоже обыскивал. И я тоже возбуждал и вел дела. И я более того, я представителей милиции сажал, как представитель прокуратуры. И хотя в моих действиях я действовал только по совести и по закону, мне боги дают просто понять, куда я влез по молодости, имеется в виду правоохранительный орган. И что скоро я влиял на судьбу других людей. Вот теперь я на собственной шкуре испытываю, как другие влияют на моей собственной судьбе. Ну, вполне возможно, да. Поэтому давайте, говорю, смотреть все-таки более широко на все эти вопросы, а не так просто. Ведь, опять же, вот до этого, скажем так, не было возможности что-либо сделать. Поэтому на физическом плане не предпринимались никакие какие-то там варианты воздействия или противодействия. Ну, в том формате, как сейчас это возможно. Сейчас наступил новый этап развития дела. И поэтому, если, опять же, сидеть просто на одной из точек своего тела и наблюдать за процессом, не вмешиваясь в него, то в этом случае вопрос, а кто вы такие на этой земле? Поэтому вот, когда нужно было, то просто осознавали ситуацию, когда нужно были, осознавали, как дальше действовать, и когда пришло время, начали действовать. Поэтому, мне кажется, здесь все достаточно складно и достаточно последовательно, без перепрыгивания. Ну, давай, реплику прочитаю. Реплика эфира от Олега из Иркутска. Выражая свое уважение Всеславову и его твердой, правильной жизненной позиции, правда восторжествует, враг будет разбит, победа будет за нами. Попытался перевести деньги на счет указанной наноси радио, в моем отделе банка в Иркутске сообщили, что не нашли такой счет. Буду пробовать дальше. Ладно. Вопрос задаю в эфир. Значит, ошибка в цифре или еще? Надо, да, еще раз внимательно посмотреть. Зайдите на сайт все-таки Родобожий. Пусть человек не мучается. Уже ж объявили. Благодарим достаточно на данном этапе. Так, дальше. Следующий вопрос. В эфир от Антона. Благодарю вас, Светогором. Помню видео со Светленой из общины Внуки Сварога, как у них дела в РФ, фикации, как это, ну, дело против вас, успехов, крепкого здоровья. Так, что-то я вот этого вопроса не понял. Если хочешь ответить, если не хочешь, не отвечай. Потому что я, честно, не понял. Отвечать у кого-то, как дела у других людей, которых здесь нет в эфире. Ну, не знаю, смысл есть, нет. Не хочу, как бы, тень наводить на людей, задающих такие вопросы, но я уже высказался, что очень похожишь на оперу полномоченного, который сидит в эфире и вопросы пишет. То есть, понятно, товарищи, пришлите повестку конкретно по адресу, исходя, слышите четкие ответы от этих людей, и они изъявят или не изъявят желание официально отвечать или не отвечать. И, опять же, исходя из Конституции, о том, что давать против себя или не давать какие-то пояснения или как там правильно указано. Ну, дело не в этом. Дальше, Виталий, вопрос в эфир. Наверное, только в России такое возможности, чтобы законы противолечили Конституции Российской Федерации и в общей декларации прав человека, утвержденной ООН. Это, опять же, риторическое какое-то писание, так что в эфир на вопрос-то не похоже. И вот, последний вопрос от Мизмая. В эфир, Всеслава, семинары кто проводит сейчас? Мизмай, вопрос. Какие семинары? Я уже заказываю. Где? Да, где они проводятся? Что ты имеешь в виду? Которые Алексей Васильевич проводил своё время? Которые Игорь проводил своё время? Кто? Где? Когда? То есть, здесь необходимо какое-то понимание. Ну, мне кажется, что... знали смеяться, или плакать. Ну, уже говорили, 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 объясняли, объясняли. Или их там несколько сидит, и они невнимательно слушают ответы. Да нет, я думаю, что опять же, здесь просто человек хочет что-то уточнить. Друзья мои, прежде чем написать какой-то вопрос, вот просто призываю вас, или какое-либо своё высказывание, неважно, в эфире вы пишете, в чатах вы пишете, пишете ли вы где-то там в социальных сетях, вы должны понимать, что эти чаты, эти там социальные сети просматривают не только ваши друзья, но и те, которые хотят иногда сделать за счёт вас свою карьеру в разных областях науки и техники, так в кавычках это скажем. Поэтому, прежде чем задать вопрос, ну, ответьте вы себе сами, если бы было сейчас возможно проводить семинары, то в этом случае они бы проводились. Если семинары сейчас не проводятся, ну, понятно, что их не проводят ни Алексей Васильевич, ни Всеслав. Если какие-то просто консультации где-то проводятся, или там семинары локального, то есть не вот эти выездные, которые раньше были, это другой разговор. Но давайте, наверное, это не будем обсуждать вот столь широко, а как-то в более узкой форме. Хочешь ты что-либо для себя узнать, узнавай лично, не кричи на весь мир, как мне Америку открыть? Так, вот здесь передают здравствуй оперуполномоченный, дай бог вам здоровья. Дальше вот уже общаются благодаря чату. Вопрос в эфир от Василия Изомского. В этом году по вашему мнению сможем увидеть Трехлебова, если незаконное преследование будет дальше продолжаться? Если будет дальше продолжаться, то нет. Правильный ответ, мне кажется, логичный вполне. Здесь даже и вопросы можно было не задавать. Если преследовать... Вот человек подумал, что вот тот момент, когда он увидит Трехлебова, появятся те самые оперуполномоченные, под белой руки его арестуют и больше он его вообще не увидит. Голова у человека есть, я извиняюсь, или нет. А вот здесь уточнение пришло. Как это, когда на сайте Рода Божия были объявлены семинары? Или там что-то изменилось уже? Вот про какие семинары имеется в виду речь. А не про те выездные, про которые я подумал. А что в проекте Рода Божия два человека только? И что нет других, которые могут вести семинары? Хорошо. Реплика в эфир от Владимира. Что бы ни было, берегите себя, не подставляйтесь зазря. Благодарим. Ну, в общем, давайте, наверное, сегодня мы подведем итог. Первое, что выяснили в очередной раз, что дело было возбуждено по всем параметрам незаконно, что, скорее всего, люди, которые участвовали в этом деле, они пытались свои какие-то личные цели преследовать для, может быть, повышения карьерного своего роста или чего-то еще. Поэтому так активно что-то выбрасывалось. Вполне возможно, что кто-то чуть вышестоящий или несколько вышестоящий дал по какой-то причине приказ для того, чтобы ну, или прекратить эту деятельность, которая кому-то неугодна. Тогда стоит вопрос, а кому она неугодна, да? или чтобы ее пристановить. Вот, но я просто подвожу итог сегодняшней встречи. Поэтому и были и подлоги, и вбросы, и все остальное. И у нас на сегодняшний момент есть несколько фактов. Первое, то, что срок давности по продлению уже пройден, амнистия была, этот срок уже пройден, сейчас срок давности по возбуждению дела он пройден, и есть люди, которые, что меня больше всего радует, которые осознали, что сейчас наступил благоприятный момент для окончания всей этого беспредельного шухера, если так говорить таким словом, ну, скажем так, прекращения вообще этого дела. Вот это меня радует. Если что-то еще ты хочешь сказать, то, пожалуйста, в заключение от себя что-то можешь сказать нашим радиослушателям. Да, я извиняюсь, что перебил, потому что ты очень талантливо оттекаемыми фразами сейчас сказал о возможных причинах, почему дело на самом деле было возбуждено. Вот здесь, в данном случае, все очевидно, ясно, как Божий день. Мы жители Краснодарского края. Перед Олимпиадой была команда зачистить территорию Краснодарского края от возможных экстремистов с целью обеспечения безопасного проведения Олимпиады. И вся эта публика боясь настоящих экстремистов, которые рядом под боком в Чечне могут пулю в лоб пустить. Но отчитываться надо. Они взяли два дедушки седых с бородами и отчитались на них, что территория от экстремизма зачищена. Вот два экстремиста голубой прихлебов пойманы и против них возбуждено уголовное дело. Так что можно проводить Олимпиаду спокойно. Получили за это премию и новые звездочки. Вот это очевидно, это можно говорить. Так, Всеслав, Олимпиада таки удалась. Значит, зачистка была проведена. Но вопрос-то Олимпиада давно прошла. Ребят, пора уже понимать, что Олимпиада давно прошла. Зачистка удалась. Ну, молодцы, все читались, здорово. Ну, давайте уже как-то это здравомыслие будем уже предъявлять и в свет-то как-то его так выплескивать, сказать, ну, все, нормально, мы уже отчитались. Теперь можно потихонечку возвращаться на круги свои. Друзья мои, представьте себе, какой сейчас у вас хорошая возможность. Вдруг там состоится еще какая-то такая вот огромная, грандиозная штуковина и нужно будет опять защищать. Вы кого защищать-то будете? А тут, например, сейчас это дело прекратили, у вас есть два таких интересных человека. Опять можно в очередной раз себе на таких дедушках, как сказал Сеслав, опять там написать какое-то дело. Можете пригласить их на чай, сказать, ребят, вот постановление, давайте мы вас якобы там это, отчитаемся, чайку попьете и в очередной раз очередные звездочки получите. Ну, вы подумайте, вы же упускаете такое шанс-то. Сейчас пока дело закрыть и вернуть все на круги своя. Пускай два дедушки будут у вас под боком, под присмотром. Ну, ладно. В общем, хочу здесь прочитать, что мы сейчас можем сделать, чем можем помочь. Чем вы можете помочь? Да развивайтесь вы духовно сами, познавайте этот мир. Это будет самая лучшая помощь, потому что когда пытается помочь человек, который не развит в чем-то, не понимает чего-то, то, как говорится, уж лучше бы и не помогал. Это примерно то же самое, как выходит девушка на улицу в чистом, каком-то красивом, белом, таком прямо светящемся платье. Вокруг играет такая вот ребятня дворовая перемазанная вся, и вот она хочет переступить через какой-то ручеек, а подбегают эти ребята и начинают через этот ручеек переносить. Ребят, лучше бы не переносили, но честное слово, потому что потом не отстираешь это платье. Так вот, если человек, который не осознает, кто он и что делать, как он что-то может сделать и чем он может помочь, просто подумайте об этом, поэтому развивайтесь в первую очередь сами. Мне кажется, это будет самая лучшая помощь. А вот когда вам уже придет сообщение о том, что нужно сделать конкретно вот это, то хотя бы просто это сделайте, но с точки зрения своего развития и своего понимания этого мира. Вот как-то так. Пожалуйста, ты можешь заключение... Извини, опять перебью. Не, говори, говори. Я полностью согласен и могу сказать следующее. Лучшее, чем вы можете помочь, это возносить к Вышнему умолвлению не с посланием вам благословения на успехи в духовном росте. Петь мантру Ом, чтобы очищать свое сознание и повышать свой духовный уровень. И этим вы окажете помощь. Тогда окажется, что и я с вами занимался или не с вами, а с другими, не напрасно. И Алексей Васильевич с 8 утра до 9 вечера принимал людей, которые приехали на него посмотреть, как в этом романе Волгакова «Собачье сердце». Мы приехали, доктор, на собачку вашу посмотреть. Так вот, что вот это все было не напрасно, вот хотя бы ради этого повышайте свой духовный уровень. Тогда окажется, что все это было не напрасно. Благодарю тебя за участие в эфире. Здесь, хотя я пришел вопрос от Дмитрия, но он больше как не вопрос, больше как ассотация. Вот он пишет, мне сообщили, что своей духовной деятельностью вы наломали ловушки темных, и они очень недовольны, поэтому вас и давят из НАВИ. Я по этому поводу о НАВИ спросил. Так вот, отвечаю, Дмитрий, а как же? Конечно. А ты как хотел? Так оно и есть. Когда нужно, ломают. Когда нужно, управляют. И не только эти два старца, дедушки, но и другие. Ну что ж, давайте на этой позитивной ноте, наверное, мы будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Просто-напросто скажем нашим радиослушателям до свидания, и я уже перейду в автономное вещание. Пожалуйста, Ислав, говори. Еще раз хочу поблагодарить. Поблагодарить всех, кто проявил здравомыслие и вот эти самые маленькие суммы прислал. Вот этим вы на сердце масло просто налили. Потому что мы поняли, что у вас больше нет. И именно это вызвало нашу ответную реакцию, ответную благодарность. И еще раз благодарю тех, кто сомневался и не был уверен в том, что это на самом деле так, что это на самом деле не провокация. Потому что в ведах написано, если ну и не о Сибири, а психолог простой, я об Алексею Васильевичу, который священнослужитель. В ведах написано, если священнослужитель по каким-либо причинам, не зная или ошибаясь, берет деньги у недостойных, он вместе с этими недостойными может попасть в оплату. И поэтому я очень благодарю тех, кто ничего не прислал. Поэтому это ни их карму не отекотило, ни Алексея Васильевич. Хорошо сказано. Благодарю тебя за участие. Хотя такой состояние простужено очень сильно, я чувствую, но все-таки нашел все силы, чтобы выступить, невзирая на это небольшое недомогание. А нашим радиослушателям себя тоже желаю. Друзья, будьте просто-напросто здравомыслящими, становитесь здравомыслящими. Понимайте, что этот мир не так прост, как его вам пытаются преподнести, но не настоль сложен, как вам иногда это втирают. мир такой, какой он есть, и не выдумывайте каким-то, вот не делайте его, каким он не есть. Потому что чем вы больше его запутываете, тем он становится более сложным для вас. Все в этом мире гораздо проще. Просто научитесь его понимать. Научитесь понимать этот мир, мир, который явный, навный, и все будет очень просто. Развивайтесь, становитесь человеками. Для этого мы вместе с вами дружим, для этого в общем-то все это и затеяно. а не просто для того, чтобы кто-то пришел и ковыряясь носу говорил какие-то умные вещи. Напомню, что сегодня у нас 17 февраля 2016 года среда. Мы говорили о состоянии уголовного дела по незаконному преследованию Алексея Васильевича Трехлебова и Игоря Александровича Глоба. Главный ведущий у нас был Игорь Александрович самолично. Благодарю всех, благодарю его за участие. Желаю всем добра, до новых встреч, услышимся. Народное славянское радио Субтитры сделал DimaTorzok